Уже даже ручеёк по щиколотку пройти не может. Видимо, утонуть боится. Да, я и сам себя... Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Добряк, называется оно God of War Ragnarok мультобзоры, и вы не поверите, я только вчера его начал проходить, и выходит это видео. Я прошёл God of War предыдущий, и, блин, я, во-первых, кайфанул, и перепрошёл его. Прошёл всех Валькирий, на последнее страдал часа три, наверное. Игра на предпоследнем уровне сложности. Да, было весело, было весело, мне очень понравился. Это God of War первый. Ну, как, не первый, это перезапуск. Неважно. Короче, вы поняли. Но God of War Ragnarok пока что я поиграл не так долго, и мне он уже нравится. Погнали смотреть. Что же думает Добряк? Пока я кайфую. Новых механиков там тьма. Пошли со мною на Гонарок. Вы, наверное, думаете, чел, ну God of War'чик вышел аж два месяца назад. Ты где был? Ну, а что я сделаю? Я сейчас коллега. Я по кнопкам еле как попадаю. Вот только допрошёл. И то не всё. А я только начал проходить. Возможно, это вообще самая ожидаемая мною игра в прошлом году. И чтобы поиграть в неё с русской озвучкой, мне ж третий аккаунт пришлось выпросить. И вы спросите. Ну и как тебе? Ну... Двояко. С одной стороны, это просто сногсшибательное приключение Зумера и Деда. Графика, звук, постановка сц. Да, ой, это просто великолепно. А с другой стороны, я просто за... Устал бить мобов. Я не знаю почему, ведь боевая система с прошлой части практически не поменялась. А я её прошёл два раза. И на платину. Но в этой отмордобоя порой мне было душно настолько, что я постоянно пытался всех пробежать. А вот нет. Я не знаю, знаете, чем это фиксится? Одной кнопкой поменять сложность. Типа... Не, ну реально, я считаю, что это большинство людей, ну, они не правы в том плане, что они такие, так, надо выставлять почти самую максимальную сложность. Мобы становятся жирными. И не все готовы долбиться в жир. Я сразу себе поставил такую мысль. Например, я понижал сложность один раз при проходении предыдущей части. Не на боссах, я понижал там на испытаниях мусс при хейме. Там просто испытание было «Убей 100 монстров». У меня, честно говоря, жопа горела, потому что я при проходил его несколько раз. Поэтому я решил понизить сложность до стандартной. И я нормально прошел, кайфанул. Если вам не нравится долбежка в жир, блин, поменяйте сложность. Не портите себе впечатление от этой игры. Потому что это может испортить впечатление. Я понимаю, не всем это нравится. Поставьте стандартную. Не пойдет стандартная, сложно. Поставьте меньше стандартной. Я вот хочу пойти играть в тот же как называется, про женщину, которая стреляет в роботов, динозавров. С головы глядела. Хорайзен. Хочу пойти на низкой сложности пройти, потому что на высокой мне она задушнилась. Я думаю, блин, возможно, проблема была в сложности, не подходящей лично для меня в этой игре. Я прохожу игры на максимальной сложности, я кайфую. Тот же Doom, да? Но бывают игры, которые, ну, просто нет. И к самому сюжету тоже есть претензии. Начнем с того, что в прошлой части эта парочка завалила аж трех богов Асгарда. И, несмотря на это, Тор и Один пришли с пивком предложить мир. И что сказал на это Кратос, который тоже войны не хочет? Правильно. Нет. Окей, ладно. Это там, в принципе, объяснено. Мотивы которого... Почему? Куда? Зачем мы туда идем? Он сам не знает, что он хочет. Он хочет только гнобить своего бедного деда. Да что ты? Допрыгнешь. И такие у тебя плохие колени. Дотрей. Надеюсь, ты сможешь допрыгнуть. Ты что? Что за хейт? А это некрасиво. Дед воевал, дед пожил. Имеет старческие изменения. Вон, уже даже ручеек по щиколотку пройти не может. Видимо, утонуть боится. Да, я и сам себя почувствовал. Дедом. Потому что игра считает, что у меня деменция. И дает мне миллиард подсказок для даунов. Ты еще не начал думать? А эти двое уже тебе все рассказали, как и что сделать. Слева за тем краном сломанная дверь. Да заткнись ты, я не тупой. Может задействовать эти колеса? До свидания, мой мир. Ну, а если ты... Ну, там же все объяснено по... В смысле. Это я... Я играл только два часа. И я понял уже смысл. Во-первых, он отказался, потому что он не хотел, чтобы Один пошел. И что-то опять ей навредил. И у Кратоса к Фрейе со мной хорошее отношение. Хотя она за ним охотится. А второе, простите уж, Малой ищет Тюра. И он показал, что Тюр, скорее всего, жив. Я не знаю, я еще не спорю... Я не знаю, там, как будет дальше, но все же. Совсем у мамы особенный. Ничего не слышишь и не видишь. Так нажми на правый с**ок. Пупсик, тебе камера подскажет, куда идти и что делать. Да еще и подсказка вылезет. От этого фрагмент с поиском пути при помощи маски вообще кажется абсурдным. Зачем она нужна, когда... Так не пользуйся, можно же убрать. Типа можно отбиндить эту клавишу. Да есть всемогущий с**ок. Однотипных врагов накидывают пачками. Но ничто не сравнится по духоте. С поездками на корове по болоту с вот этой вот дочерью повестки. Которая сюжету даже и не нужна. С последующим увлекательным собиранием груш и истреблением говна в пещерах. Ну хоть боссфайт прикольный и покатушки забавные. И вот уже кажется, ну раскряхтелся. А вот нет. Если не брать еще несколько моментов, которые спойлер. Игра мне понравилась. Даже очень. Это мега качественный проект. Когда смотришь сколько сюда сил вложено, сразу... Не, я поиграл два часа. Во-первых, я понимаю проблемы первого года вара. Там есть проблемы. В любой игре есть проблемы не от идеальных игр. Это пора понимать. Как нет идеальных людей. Нет идеальных фильмов. Нет идеальных мультиков. Я как-то более снисходительный в этом плане. Потому что жанр игры мне очень нравится. И, блин, мифология. Я просто ее обожаю. Греческая мифология. Скандинавская мифология. Просто... Я не сказал бы, что я прям в ней разбираюсь. Но этот весь сеттинг. Вот это просто. Я от него кайфую. Вот поэтому я в Хейдес сейчас играю. Мне очень нравится. Я от него тоже кайфую. Одновременно как-то начал играть в них. Я хочу God of War 3 перепройти. Точнее, как пройти. Я играл только God of War. Старый на PSP-шке, который по факту является необязательным в плане сюжета. Как бы там обязательно только первая, вторая, третья часть. Поэтому да. Понимаешь, что все-таки не зря заплатил 3000 рублей. Что? Дороговато? А вы знаете, как получать игры в несколько раз дешевле? Автор покушает. Конечно же, по ощущениям, игра стала раза в три больше. Всяких активностей насыпали часов на 50. И механики новые классные. Все стало больше, сочнее и красочнее. Настолько красочно, что иногда тупо не можешь понять, что вообще происходит. Потому что что-то все летает, искрится. И эта палочка Твикс еще красок накидывает. Да, как вы поняли, теперь играть дают не только за батю, но и за метр. Это прикольно. Сынок, осторожней. Я примерно так же руку сломал. А Трей более прыткий, чем дед. Может с вертушки навернуть и косплеить Макс Пейна. А еще и угры в сундуке полурослика. Синдри. И так же подростка можно прокачать. Блин, ну я не знаю. Я обожаю эту игру за их диалоги и общение. Просто. Я и первую часть обожаю за это все. Взаимодействие. Синдри, Брок. Просто в моем сердечке. Не знаю. Брок со своими приколдессами. А чего тебе одевать? А с этим? Когда она увидела Атрея. Вот я честно говорю. Не знаю. Надеюсь, скоро времени на ПК выйдет. Честно. Я, ну, у меня есть PlayStation. Я играю на эксклюзив. Эксклюзив, да, понятное дело. Но я очень надеюсь, что на ПК она выйдет в скором времени, чтобы вы могли эту игру оценить. Она великолепна. Я не тот человек, который типа, ого, эксклюзивы. Кровь из носа там, блин. Прыть из рта. Нет. Я считаю, что как бы эту игру должны поиграть как можно больше людей. Потому что она классная. Она реально крутая. Я люблю такое, на самом деле. Это от того, как вы перейначили скандинавскую мифологию. А я, между прочим, ценитель такой. Как вы заметили. Да, конечно, куча несостыковок. Но чувствуется, что были привлечены серьезные историки. И в целом, все выглядит крайне интересно. И это, наверное, лучшее... Тут как бы... Кратос-скандинави. Невозможно, мне кажется, соблюдать скандинавскую мифологию на 100%. Электронизация викингских сказок. Одна битва Тора с Йормангандом чего стоит. А попойка с дракой в баре вообще одна из лучших частей игры. Один вопрос. Где самое интересное? Когда Локи соблазнил коня в образе кобылы и родил от него восьминогого жеребца. Требую DLC. А то здесь даже шоколадку закадрить не смог. Только батю на слезу вывел, который тут совсем размяк и похож больше на яжматери. Чё-то всё кудахчет. Андрюш, остановись. Дай ты ему уже леща отцовского. Чтоб понял, как на старших ругаться. А так почти все... Не, ну там он стал... Мне нравится, как он начал гордиться своим сыном. Типа у него местами такой... Такой, да, мой сын красавчик. Но это прикольно развитие персонажа. Он, да, он понял, что у него проснулось вот это чувство опеки над сыном. Ну, прикольно, что персонаж меняется. И это видно было, как он менялся в первой части. И это круто. Не знаю, мне нравится, изменился персонаж. Гномы раскрылись ещё больше. Алкоголик Тор вообще мой любимый, обалдуй. Не спеши. Потому что я такой же, только дрищ. Доставать белку, опять же, одно удовольствие. Да прекрати уши, свинец! Есть, конечно, вопросы к мотивации некоторых личностей. Такое ощущение, что сценаристы, в принципе, свою семью не любят. Потому что доводы, которые принимают герои, выглядят, мягко сказать, бредовыми. За что вы так ненавидите дедов? Но постановка сцен, размах, ё-моё. А какие тут виды? Босс-файты, опять же, на уровне. Да ты чё? На... Виниры вставил, думаешь, всё можно? Насчёт концовки, с которой все... За что я спойлеры особо не боюсь, поэтому не переживайте, если они порчат настроение. И суться кипяткоматрадские и утирают слёзы. Я могу сказать одно. От игры. Концовка пресная г... Если у вас работают оба яичка и хотя бы одна извилина, какие слёзы? Там недоумение должно быть. Насчёт дополнительных квестов, ну да, они стали в разы интереснее и больше. Тут не поспоришь. О, это круто. Но какого-то супер прорыва я не почувствовал. Хотя и вызволил только кита до медузу. Возможно, просто до мега крутых не дошёл. Вместо ж... Собирающих Валькирии, теперь тут аж 13 берсерков. Трайхардеры будут довольны. Правда, и Валькирии тоже есть. Я когда первый раз увидел, чуть не... От вьетнамских флешбеков по королеве из прошлой части. Но они... Ой, ну королева-то жесть. Конечно, отличие от первой части видно сразу. Тут больше сказка в стиле Марвел. Стала ли она хуже? По моим ощущениям, да. По факту, всё то же самое, только с другого ракурса. И больше. Но плохая ли эта игра? Пф, ну вы шо гоните? Такая не каждый год выходит. Выделите недельку, кайфанёте, я вас уверяю. Ну, а у меня на сегодня всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не болейте. Ну, я поиграю, я вам скажу своё мнение. Пока по механикам я наиграл, опять же, не так много. Но я просто вижу, сколько механик. Насколько будет более разнообразный бой. Новые штуки, новое оружие дополнительное будет, да. Третье копьё. Ну, я это всё проспойлерил так, случайно. Блин, знаете, эти видосы, когда ты ждёшь игру. Невозможно себе не проспойлерить, если ты не играешь на неё первый день. И даже тогда уже проспойлерил, потому что там сливы, хреневые. Мы ждём в мир постконтента какого-то. Короче, суть в том, что мне пока очень нравится. Пока я прям кайфую. Возможно, что-то поменяет. Я не думаю, что я перестану кайфовать. Скорее всего, мне и концовка понравится. Я такой вообще довольно сентиментальный парень в этом плане. Я реально сентиментален в фильмах, мультиках. Так что всё, я думаю, мне зайдёт вот так. Ребята, приходите подписываться на Добряка. Пишите ваше мнение, кто играл в Гондо Вар новый. Нравится, не нравится. И приходите, подписывайтесь на мой канал. Если вы уже тут, подписывайтесь. Всем удачи. Всем пока. Пау.